На судах должно быть установлено расчет автономности плавания судна, в ходе которого устанавливается срок нахождения сточных вод в сборной цистерне. В основном он не превышает 6 суток. В ходе проведения проверки на трех судах было установлено, что они не своевременно сдавали данные сточные воды на станции. По сути, воду в оке суда не загрязняли, однако нарушили законодательство по безопасности плавания. Инспекторы портового контроля задержали часть судов до устранения выявленных нарушений. За моей спиной находятся суда, не получившие разрешение российского речного регистра на годность к плаванию. Также на судах, осуществляющих добычу песка и перевозку пассажиров, были выявлены такие нарушения, как отсутствие судовых и правоустанавливающих документов. Они вновь смогут пойти в рейс только тогда, когда все неисправности будут устранены. В то же время представителями инспекции государственного портового контроля по всей стране проводятся те проверки, которые, по словам президента страны Владимира Путина, позволяют улучшить состояние всего российского флота. Все суда, находящиеся в государственном судовом реестре, подразделяются по степени риска. Существует малая степень риска, это суда осматриваются портовым контролем государственным раз в год. Средняя степень риска, это суда осматриваются раз в 4 месяца. И высокая степень риска суда осматривается раз в 2 месяца. Считается, что средний срок службы судна 40 лет. Этот буксир-толкач Плес на ходу уже 43 года. Выглядит образцово-показательно. Как говорит капитан судна, все это стало возможно только благодаря тщательному уходу команды. На борту Плеса проходят ежедневные и еженедельные проверки. С 2012 года введена система управления безопасности судов, которая определяет все действия экипажа. Мы стараемся. Я так оцениваю состояние своего теплохода как хорошее. При хорошем уходе судно может прослужить и больше 40 лет. На этом буксире-толкачей с течением времени приходилось менять многие детали, которые отработали свой срок службы. По истечению своего моторесурса все три двигателя на этом теплоходе менялись по одному разу. Этот буксир-толкач достаточно большой, в длину 30 метров, ширину 8, высота его 8,5 метров. Может везти очень тяжелые земснаряды со средней скоростью 3 км в час. Вот буксирное устройство у нас, буксирная ребятка, буксирный гак, буксирный трос. Подходим, подаем буксир, поднимаем якоря и идем в рейс. Капитан Плеса с удовольствием показал нам свое судно, не скрывая ни одного угла от выстрелов телекамеры. Кстати, название свое этот буксир-толкач носит неспроста. Плес – это участок реки, наиболее благоприятный для судоходства. Так что и у самого судна судьба складывается достаточно удачно. Хорошим примером эта команда может послужить тем, кто пока еще не так хорошо заботится о своем судне. Тогда и проблем на воде станет гораздо меньше. Продолжение следует...